Дела по факту никакого нет. Нам дали определение, в котором, почему мы отказались его подписывать, из-за чего возник конфликт, в котором даже не указана суть правонарушения. То есть из определения нет вообще подтверждающей информации, что ООО, которое я являюсь генеральным директором, совершило какое-то правонарушение. То есть есть общие фразы, определение о возбуждении административного расследования по статье такой-то КААП и назначение документальной проверки с извлечением всех необходимых документов. Но возникает справедливый вопрос. Если у вас уже есть материал, если вы говорите о том, что моим водителям совершено какое-то правонарушение, и вы уже даете правовую оценку, по какой статье КААП оно совершено, тогда извините, а какие материалы, какое расследование, какие документы я вам должен предоставить? Я вам предоставлю только то, на что у вас есть законные полномочия. Ходить можно от Земли до космоса, но, к сожалению, не всем вот удается. Юрий Гагарин был одинок в этом вопросе. Только ему удалось, как бы вот прошло два дня, да, вот с момента, скажем, вот этого вот рукоприкласса, да, мне непонятна позиция начальника управления. То есть, когда, допустим, мы поменяем стороны, да, то есть мой водитель совершил нарушение, меня вызывает на комиссию, я несу за него ответственность. Соответственно, в данном случае ответственность за действия Юрия Николаевича Копейкина несет Петр Николаевич Кармак, являясь начальником управления административно-технического контроля. Ни одного официального комментария о действиях своего сотрудника не последовало. Я не знаю, может быть, он там ждет результатов там служебного расследования, или что-то там у него там проводятся какие-то мероприятия, может быть, что-то мы услышим потом. Но пока ни одного официального комментария не последовало. У меня лично возникает два вопроса. Вопрос первый. Либо это повседневная практика, которая устраивает начальника управления, либо у них настолько уже выработанный подход предпринимателям, как, ну, второсортным людям, да, которые осуществляют перевозку и оказывают услугу населению. Я даже не знаю. Могу только без комментариев остается это оставить. То есть я не знаю, почему так. То есть он должен был хотя бы, ну, как минимум, тем более мы пересекались неоднократно на всевозможных совещаниях. Он прекрасно знает меня, он прекрасно как бы со мной взаимодействовал по разным там комиссиям и прочим-прочим. Не последовало даже телефонного звонка. То есть я сейчас выставлен в роль, скажем так, хулигана, беспредельщика, который вот приходит и мешает органам выполнять свои добросовестные обязанности. Ну, я думаю, что здесь комментарии граждан. Я не оставил тоже ни одного официального комментария. В соцсети комментарии граждан, которые идут, в принципе, все положительные, да, которые, ну, не приемлют такое положение власти, такой вот вертикаль, да, когда мы как должны вот так вот приходить, кланяться и говорить, вы знаете, дайте нам, пожалуйста, две копии. А почему не четыре, а почему не десять? Спасибо хотя бы людям, которые нас поддерживают и понимают. Потому что нет позиции, что таксисты плохие. И слава богу, что ее нет. Ну, вот есть позиция проверяющих органов, что таксисты все плохие. Я надеюсь, что ситуация здесь как-то разрешится, потому что первое, что мы сделали с моим представителем, это обратились в органы полиции с целью провести проверку по данному факту и дать какую-то правовую оценку. Потому что, на мой взгляд, даже если существует какое-то, допустим, недопонимание с нашей стороны юридических тонкостей, да, но государственные служащие, у него есть механизмы, у него есть механизм там выписать какое-то уведомление, запросить что-то официальным письмом. Если он считает, что мы хулиганы, как они считают, вызвать сотрудников полиции, составить там какое-то там заявление в наш адрес, да, ну, у нас, видимо, сотрудники управления сами решают, как кого и наказывать. Вот. А я думаю, что сейчас объективно пройдет разбирательство со стороны органов полиции. Вот. Я надеюсь, что не будет там коррумпированной составляющей, потому что Юрий Николаевич Копейкин является сотрудником отставки полиции, да, и надеюсь, что его бывшие коллеги, а ныне действующие сотрудники, не будут там закрывать глаза на нарушение своего бывшего коллеги и не будут отписываться, что там, вы знаете, ну, сами хулиганы, сами как хотите, так и разбирайтесь. Я надеюсь, что все-таки будет дана справедливая оценка, будет, как минимум, хотя бы административное наказание данному чиновнику, хотя моя личная позиция, что таким чиновникам не место в органах власти. Если вы не умеете общаться с людьми, если вы не готовы сдерживать свои эмоции, вы можете обругать любого предпринимателя, когда он вышел из вашего кабинета. Вы можете взять, как требуется, там, практикуется там за границей, там, повесить портреты, кидать мне в дротики, ради бога, мы не против. Но когда доходит до открытого выкидывания человека из кабинета, это уже беспредел, которого пора заканчивать. Вот. Я не удивлюсь, что завтра, послезавтра у меня начнется прессинг, проверки, документарные, внеплановые жалобы. Не удивлюсь. Мы к этому готовы, мы уже регулярно это проходили, отбивались, как могли. То есть, в принципе, не исключаю такой возможности. Ну, это все, опять же, будет видно горожанам, которые будут видеть ситуацию, потому что я буду ее дальше мониторить, я буду дальше ее развивать. Мы сегодня встречались с уполномоченным по правам предпринимателей Калужской области. Мною оставлена жалоба на действия сотрудников управления. То есть, я обратился с просьбой разобраться в нарушении наших предпринимательских прав. Вот. Я надеюсь, что здесь тоже будет оказано всяческое содействие, будут расставлены точки над «и». Я надеюсь, что Петр Николаевич проведет тоже личное расследование, и по его результатам будет поставлен вопрос за соответствие Юрия Николаевича Копейкина занимаемой должности и вообще его пребывание в дальнейшем на гражданской службе. Вот. И, в принципе, я также буду этот вопрос поднимать на, как бы так, форумах и встречах с представителями общественных организаций, с которыми мы часто встречаемся, вот, общаемся тоже, обсуждаем какие-то общие темы. То есть, меня часто привлекают, как эксперта по транспорту в определенных, как бы там, форумах, и я высказываю свою позицию по той или иной ситуации. Вот. И, собственно говоря, я надеюсь на справедливый исход данного поступка, должностного лица. Вот. Опять же, если они считают, что мы в чем-то неправы, пусть представят доказательства того, что мы неправы. Юрий Николаевич активно говорил, что, я читал последний его комментарий, что якобы я у него вырвал какие-то документы. Если дело не возбуждено, как он говорил, дело еще не возбуждено, какие документы, какого дела, что я мог у него вырвать? Я туда пришел со своими документами и ушел оттуда со своими документами. Свои документы, я могу с ними делать, что хочу. Его документы, тем более какого-то из дела, я никакие не изымал.